Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. В Чувашии прошел 10-й юбилейный фестиваль с юношеских СМИ «Волжские встречи». Одним из спикеров, ведущим мастер-классов на этом фестивале был Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент-ревью». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какие впечатления от наших детей, от фестиваля и вообще вашего участия в этом движении? На самом деле фестиваль проходит очень много лет, как минимум лет 20, потому что я впервые приехал и побывал вообще в Чебоксарах, именно в студенчестве. И тогда вот произошло мое знакомство и с Чувашской землей, великолепно, я обожаю Чебоксары. И, конечно же, с этим фестивалем. Он уникальный. Он уникален тем, что в течение нескольких дней сотни детей со всех уголков страны и даже из ближнего зарубежья, а в прошлом году приезжали и американские дети, тоже великолепные, вот в течение четырех дней настолько насыщенная программа, ну, мне встречается впервые, потому что и мастер-классы идут в несколько потоков, в три-четыре потока. Ваши мастер-классы довольно насыщенные теми знаниями, которых не получить ни из учебников, ни из каких-то последних изданий. То есть у вас самое последнее, самое современное. Вот расскажите все-таки тематику. Да, я стараюсь всегда рассказывать о том, что ждет ребят через несколько лет. Сейчас я рассказывал, конечно, не о самой, так скажем, известной теме – это телеграм-каналы. Понятно, что телеграм у нас блокируется Роскомнадзором, но, тем не менее, пользоваться им легально, чем пользуются и чиновники, и администрация, и все журналисты. Очень много СМИ. Это, в принципе, телеграм, как мессенджер, он уже перерос в новое медиа. Об этом я попытался рассказать и ребятам, потому что им очень важно сейчас получить некоторую площадку, в которой доступ максимально упрощен для того, чтобы ввести телеграм-канал. Нужно только смартфон. И они могут апробировать его, допустим, в школе, сделать школьный какой-то телеграм-канал, посмотреть, как реагирует аудитория, отточить свои какие-то навыки. И ведь телеграм, он такой, он менее формален, а поэтому там есть право на ошибку. И лучше они пусть ошибаются сейчас, чем будут ошибаться потом, когда я очень надеюсь, и я знаю, что очень многие выходцы с этого фестиваля становятся журналистами, кстати, приезжают потом ввести мастер-классы. Я очень надеюсь, что мне удалось как-то их заинтересовать этим новым медиа. Конечно, через год-два будет что-то новое, и как только будет что-то новое, я приеду снова и им постараюсь об этом рассказать. Тем не менее, аудитория у вас собирается большая, на ваших встречах всегда много народу. Какой возраст вы выбираете для себя, рекомендуете для ваших лекций? Потому что всё-таки язык, наверное, тоже специфический. В разной возрастной группе вы как вообще к детям подход находите? Дети гораздо больше разбираются в новых технологиях, чем взрослые. Это все поколения. И сейчас, когда я разговариваю с ребятами, иногда они мне о чём-то говорят. Это, кстати, тоже держит в тонусе. Но аудиторию я не отсекаю. Более того, как ни странно, именно на этом мастер-классе наиболее заинтересованной оказалась самая младшая участница. И с таким интересом она потом ещё задавала дополнительные вопросы. Прям взяла меня за жаброй и давая души вопросами. Поэтому никаких ограничений нет. И даже я так скажу, все спикеры и ведущие мастер-классов очень стараются выстроить свои выступления и сами мастер-классы таким образом, чтобы с первого, второго, третьего класса даже такие малыши смогли проникнуться, что-то попробовать. А ещё очень важно, на мой взгляд, это то, что на этих фестивалях, на волжских встречах приезжает много компаний, которые привозят с собой технику. Ведь это очень обидно, когда ребята, например, начинают что-то снимать. Естественно, в первую очередь снимают на телефон. Но чтобы шагнуть дальше, нужна какая-то техника. И может быть, даже есть возможность купить такую технику. Но какую? Как подобрать? Что за возможности есть? Это всё, далеко не у всех есть такая возможность. И далеко не все редакции молодёжных СМИ обладают каким-то серьёзным ресурсом. Насколько важны такие знания? Допустим, дети сейчас действительно идут на шаг вперёд своих родителей и разбираются во многом. Но нужно ли настолько погружаться именно в телекоммуникацию, вообще во всё это современное? И загружать себя, может быть, свою голову, сверстников? И вот действительно вот в это во всё вникать больше, чем... Знаете, ребята, подростки, они ведь ориентируются, так скажем, на какие-то внешние факторы. Ну, например, завёл парень ютуб-канал, потому что ему понравился какой-то другой блогер на ютубе. И вот у него миллион подписчиков, тысяча лайков, куча комментариев. Он такой весь успешный. Он заводит свой ютуб-канал и сталкивается с тем, что что-то нет миллиона подписчиков. И у него возникают вопросы. А как сделать так, чтобы его деятельность была востребованной? И вот здесь как раз ему пригождаются те знания, которые он получает на моём мастер-классе, на мастер-классе остальных. Я просто больше действительно по диджиталу, по цифре. Он может задать мне вопрос, я ему объясню, как сделать вот так, чтобы... Ну, это уже встреча он может задать вопрос. А вот после встречи, допустим, осталась куча вопросов. Они разъехались по своим городам. Дальше-то как? Что? Вот вопросов много осталось. Ну как? У нас же всё-таки не голубиная почта сейчас в моде. То есть они спокойно могут задавать спикерам вопросы в социальных сетях. Вы на такие письма отвечаете? Разумеется. Спасибо большое, Сергей, за советы, за ваши знания, за то, что делитесь очень щедро ими, с нами в том числе. Не за что. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова